добрый вечер я приветствую тех кто присоединился к нашему занятию мы сегодня будем заниматься темой которая имеет очень большое значение для всей последующей еврейской истории еврейской самоидентификации есть может быть даже что-то символичное символичное в том что мы будем говорить на эту тему день катастрофы которые разумеется связано с вопросами еврейской идентичности мы будем говорить о проблеме смешанных браков как она явлена в танахе мы занимаемся книгой и книгами эзры и нахемии стал быть наша как бы исходная точка это более или менее середина персидской эпохи середина 5 века до новой эры в прошлый раз мы говорили о деятельности эзры связанной с храмом с одной стороны из канонизации текста туры с другой сегодня мы будем говорить о третьей части деятельности эзры связанной со смешанными браками тут присоединится и другой персонаж поимене хемия который действовал более-менее в то же самое время тоже во времена артаксеркса первого и я сразу же открою сразу же открою файл которым мы будем пользоваться всем чтобы он был перед вашими глазами итак в 9 главе книги эзры говорится о том повествование здесь ведется от первого лица значит ли это что действительно какие-то реальные воспоминания самого эзры не факт мы не можем утверждать это наверняка потому что такого рода приемы используется древних текстах ни разу не два и в том числе и в танахе так вот говорится тут о том что ему ко мне как он говорит подошли начальники и сказали что народ израиля и в первую очередь кухен и левиты не отделились от народов этих земель и поступая так или идя теми же мерзкими путями которыми шли эти народы да я как бы несколько пространно перевожу выражение то есть они как бы подражают им в их мерзостях и дальше идет перечисление хананей и хитей и хитийцы призе и вусе и аммонитяне маабитяне гибтяне и и марийцы некоторые предлагают читать здесь ними они марийцы думе но на советский текст предлагает имена и марийцев ибо они брали в жены их себе их дочерей и отдавали видимо своих дочерей жены их сыновьям и смешалось семя святое с народами этих земель и начальники народа первые кто занимались этим преступлением то есть эзера иными словами получает некий донос когда он слышит об этом он разрывает на себе одежды рвет на себе волосы и сидит потрясенный и все кто как говорится все кто прошу прощения . я веду урок что-то срочное прошу прощения так вот все кто были заботились страшились слово бога израиля из-за этого преступления все собрались ко мне и вот я сижу потрясенный до полудня и в полдень я встал на и ясно что он сидел ничего не ел это было своего рода пост в полдень я встал и сразу вот так вот в разорванных одеждах пал на колено свои простер руки господу и сказал так боже мой я не стыдно поднять боже мой лицо к тебе ибо грехи наши выше выше головы превысили все во всю возможную меру наша вина она достигла небес со времен праотцев наших мы виноваты страшно виноваты и вплоть до сегодняшнего дня из-за грехов наших отданы были мы наши цари и наши священники в руки царей этих земель мечу и были отправлены в плен и стали трофеем и стыде пребывали вплоть до сегодняшнего дня имеет в виду в первую очередь разрушение иудеи теперь же вот пришло мгновение когда милость от господа бога нашего оставила нам спасенный остаток колышек в месте святого то есть стране израиля подразумевает он естественно вернувшихся в иудеи с тем чтобы осветить глаза наши и дать нам существовать в рабстве нашим ибо рабы мы и в рабстве нашим не оставил нас бог наш и простер милость перед царями персии дать нам жизнь поднять превозвысить дом бога нашего восстановить его развалины и поставить забор в иудеи и в иерусалиме что же теперь можем сказать мы боже наш после всего этого когда оставили мы твои заповеди которые ты заповедал через рабов своих пророков говоря земля которые вы наследуете приходите наследовать земля нечистая эр и не до из-за нечистоты народов этих земель из-за мерзостей которыми они наполнили от края до края своей нечистотой теперь же не отдавайте ваших дочерей их сыновьям и ваших и ваших и их дочерей не берите в жены вашим сыновьям не ищите мира им и благо никогда с тем чтобы вы усилились и ели бы благо земли этой и наслед передали бы ее в наследие вашим сыновьям навеки и вот после всего что постигло нас за наши дурные дела и за нашу великую вину теперь же бог наш ты даровал нам это спасение и неужели же теперь мы снова начнем нарушать законы твои заповеди твои и заключать братья с народами мерзости этих ведь ты тогда разгневаешься на нас и уничтожишь нас и не останется никого господи божий израиля ты праведен ибо мы остались последний остаток теперь и вот мы перед тобой в нашей вине и не можем стоять перед тобой это примерный перевод того что здесь говорится после чего после чего рассказывается о том что помолившись и исповедовавшись плакал и уже это в третьем лице изра плачет и падает перед храмом простирается перед храмом к нему собирается большое количество народа мужчины женщины дети и все плачут и один из приближенных к эзре по всей видимости левит говорит ему так вот мы совершили это преступление перед богом нашим мы взяли чужих жен из народов этой земли теперь же все таки есть надежда у израиля несмотря на это ешь миквели израиль давай же заключим договор или союз перед богом нашим изгнать всех этих женщин и родившихся от них по плану господа и всех кто стремится исполнять его заповеди и все будет сделано в соответствии говорит сторой встань же ибо ты должен делать это а мы будем с тобой будь сильным и встал изра и привел к клятве всех начальников священников и левитов весь израиль сделать это и все поклялись и встал изра перед домом бога и пошел в отделение йоханана бена ильяшива сули по всему священника и там находясь не ел хлеба и не пил воды ибо чрезвычайно горевал о преступлении совершенным вернувшимися уже здесь я хочу отметить что снова прошлый раз мы это обсуждали снова здесь видна попытка просматривается попытка сравнить эзру с муше напомню вам что во время синайского откровения когда муше поднимался на синайскую гору о нем говорилось тоже что он хлеб не ел и воду не пил и после этого провозгласили по все иудеи в Иерусалиме чтобы все все вернувшиеся из изгнания собрались в Иерусалим и всякий же кто не придет в течение трех дней по требованию начальника его имущество будет отторгнуто а сам он будет изгнан из общины и все жители иудеи ибиньямина все люди иудеи ибиньямина собрались в Иерусалиме в течение трех дней это был девятый месяц то есть месяц Тевет месяц печальной еврейской истории начала крушения первого храма и весь народ находился на на улице рядом с храмом на площади рядом с храмом все дрожат и еще к тому же идет сильный дождь и стал изра священник и сказал им вот вы совершили преступление вы взяли себе чужих жен умножить вину Израиля теперь же признайтесь перед Господом Богом отцов ваших сделай свершите его волю отделитесь от народов этой земли от чужих чужих инородных жен и весь все общество сказало мы сделаем как ты говоришь да это опять же напоминает историю с сенайским откровением где тоже народ говорит муше все что скажет Господь мы сделаем но народу было очень много шел дождь здесь такие реалии и не было сил находиться снаружи а работа предстояла немалая ни на день ни на два ибо многие приступили многие совершили преступления поэтому пусть говорят они начальники на местах займутся подобающее время всем этим будут участвовать старейшины и судьи с тем чтобы отвести гнев Господа Бога от нас за это и действительно назначается несколько начальников из левитов которые надзирают над всем и были поставлены также главы семей этим заниматься и дальше там говорится о том что занимались вплоть до первого дня первого месяца то есть до первого Ниссана вся эта работа заняла несколько месяцев ну вот как бы я прочитал в переводе этот текст что же здесь собственно происходит происходит такая как бы сказать очевидно что целью эзры в этом в этой истории является полное и тотальное отделение Израиля от окружающих его от окружающего населения отделение даже не Израиля а тех кто вернулся из персидского плена от окружающего населения полная изоляция попытка каким-то образом вступить с этим населением в контакт живой контакт и в том числе заключать какие-то союзы помимо прочего и брачные воспринимается как тяжкий грех перед богом который может привести к новому изгнанию после которая уже будет абсолютно безнадежным а то есть тут как бы не будет прощения и мы видим что Эзра вместе со своими приближенными принимает достаточно такие драконовские меры угрожая тем кто не будет их слушать полным отлучением от общины и лишением личного имущества и требованием изгнать жен и народов вместе с их детьми вот как бы вкратце смысл того что здесь происходит теперь прежде всего мы зададимся вопросом а собственно говоря в какой степени все что здесь рассказывается действительно имеет обоснования в торе и в текстах с ней связаны а потому что именно на тору Эзра ссылается и вот что мы обнаруживаем мы обнаруживаем что в сущности перед нами один из первых так сказать одна из первых попыток создать галактический мидраж ведь что такое собственно говоря мидраж берется некий текст и он понимается объясняется не в соответствии с его смыслом основывающимся на языке на контексте на какой-то исторической реалии а из этого текста как бы выучиваются вещи которые в нем явным образом не находятся эти вещи как правило отражают некоторое мировоззрение самих толкователей так работает и мидраж галактический мидраж в равеннистическую эпоху если мы сейчас начнем заниматься немножко такой вот библейской как бы литературной археологии если мы заглянем в источники которыми пользовался изра что мы в них найдем мы найдем в них несколько интересных текстов ни один из которых не отражает ту тот как бы не соответствует тому требованию которое выдвигает здесь изра мы вернемся к самому требованию но прежде всего посмотрим на источники одним из этих источников является восемнадцатая глава книгевой икра изра не отсылает не напрямую но он пользуется терминологией этого текста ключевыми словами в этом тексте являются слова то и вот мерзости а также слово летаме или тума нечистота речь там идет о запрещенных браках запрещенных сексуальных отношениях но как раз таки не о смешанных браках не о браках с другими народами а о запрещенных сексуальных связях в том числе о разных видах инцеста гомосексуальных связях скотоложестве и при этом утверждается мы сейчас как бы не занимаемся вопросом в какой степени это исторически оправдано но утверждается что все все это делали предыдущие жители этой земли земли ханаанской то есть ханаанские народы вот они все эти мерзости совершали поэтому земля их исторгла из себя потому что они ее сквернили и народ израиля входящий в эту землю предупреждается о том что если он будет поступать подобно этим народам то его постигнет такая же судьба поэтому последний стих здесь говорит остерегайтесь же храните то что я вам говорю исполняйте то что я вам говорю чтобы не ни в коем случае не делать не поступать по обычаям мерзким которые которые были в ходу перед вами не осквернитесь ими я господь бог ваш это один источник как мы видим здесь не идет речь о смешанных браков но идет речь о нечистоте и о мерзостях ханаанских народ с другой стороны у нас есть несколько текстов которые действительно напрямую утверждают что нельзя заключать браки с ханаанскими народами в землю которых вы входите эти два текста это 34 глава книги шимот и 7 глава книги в обоих текстах говорится что бог не потерпит таких брачных связей он требует от израиля не ни в коем случае не смешиваться с этими народами не заключать с ними никаких союзов и не брать их дочерей своим сыновьям в жены потому что эти женщины в конечном счете ходя блудно за своими богами совратят и ваших сыновей это причем в книге дворим перечисляются вот эти ханаанские народы 7 народов книга дворим гораздо более резко говорит об этом чем книга шимота требует уничтожения ханаанских народов не просто их изгнание это второй источник здесь действительно говорится о запрете на смешанные браки при этом заметьте что речь идет только исключительно о хананских народах никаких других эзра перечисляет ряд народов которые не входят в этот список например маавитяне аманитяне египтяне они они не коют в этот список откуда же он их сюда привнес на это существует новый источник и этот источник это опять же книга дворим двадцать третья глава дел говорится о том что в общество господня запрещено входить аманитянам и маавитянам навеки за то что когда-то они не встретили вас хлебом и водой когда вы выходили из египта и хотя напрямую об этом не рассказывается в торе но как бы можно отчасти понять так что речь идет о их воинственных действиях по отношению к израилю по крайней мере со стороны муава действительно здесь упоминается что царь муава нанял белама сына с тем чтобы проклясть израиль то есть по крайней мере маавитяне действительно проявили некую явную агрессию по отношению к израилю господь же бог не дал это сделать превратил проклятие в благословение потому что господь бог любил тебя вот это интересная фраза потому что это ровно то что говорит эзра но не только по поводу муавитяна и аманитяна а всех он говорит бог заповедал нам не искать мира и блага всем этим народам навеки эзра расширяет значительно список теперь надо отметить что в этом кусочке упомянуты отдельно эдумеи эдамитяне и египтяне по отношению к которым по ряду причин которые мы сейчас не будем входить отношение более мягкое да говорится о том что третье поколение уже может войти в общество господне но что вообще такое это общество запрет на то чтобы входить в общество господне это не так очевидно мы увидим в дальнейшем что мудрецы талмуда поняли это как запрет на брак но отнюдь не все так это понимали простой пример как раз соответствующий сегодняшнему дню дню катастрофы хотя мы не читаем этот текст день катастрофы мы читаем его 9 ава книга Иха плач по разрушению Иерусалиму и храму и не все может быть замечают одну маленькую деталь в этом тексте там говорится в первой же главе что вот какому поруганию мы были преданы вплоть до того что мы видели как народы вошли в храм иерусалимский по поводу о котором ты заповедал чтобы они не входили в общество твое го им бау мигдаша ашерцевита лоя ву бакагаллах очевидно автор книги Иха понимает запрет который здесь вот в законе книги дворим не как запрет на брак а как запрет на то чтобы участвовать в служении богу на то чтобы входить в храм вот есть кстати говоря такой тоже своего рода мидраж в талмуде которым рассказывается о том что когда вавилонии захватили иерусалим и уничтожали храм появились на горизонте их так сказать соучастники их преступлений и это были как раз амонитяне и маабитяне которые ворвались в храм и разыскивали книгу Торы с тем чтобы найти то место где написано что они не могут войти в общество господня вот вот они теперь находятся в храме они надругались над этим запретом и даже уничтожают текст вот очевидно во всяком случае что мудрецы были не первые кто поняли запрет несмотря на этот мидраж который я сейчас привел основная линия раввинистическая состоит в том что это запрет на смешанные браки и видимо уже Эзра понял это так то есть заметьте что он делает он соединяет все эти тексты в некое единое целое соединяет тексты из книги Вейка соединяет тексты из книги Шмот и Деварим и превращает это в некое единое целое которое вроде как основы является отражением закона Торы он знает эти тексты но он их не отделяет друг от друга кстати говоря тоже типичная мидражистская тактика которую мы находим в раввинистической литературе там тоже всегда Танах воспринимается как некая некий единый организм так что некий стих находящийся в одной книге можно с легкостью понять при помощи стиха который находится в совсем другой книге Танаха вот это не удивительные вещи теперь перед тем как вернуться к книге я еще хочу показать на несколько текстов которые тоже здесь видимо служат некоторой базой это текст из книги Йошуа который тоже запрещает 23 главе запрещает заключать браки с ханаанскими народами это категорически запрещено также говорится в книге судей в 3 главе что сыновья Израиля не исполнили заповедь Бога живя среди ханаанских народов и брали себе в жены их дочерей и отдавали и брали их дочерей в жены своим сыновьям и служили их богам и наконец есть еще один текст еще один текст на который я хочу обратить ваше внимание это очень известный текст из я единственно перед тем как обратиться к этому тексту я все же еще отмечу что у нас есть помимо законодательного пласта в Торе есть еще рассказы в этих рассказах тоже отражена идеология запрещающая братья с ханаанскими народами достаточно вспомнить рассказы о братцах когда Авраам дает указания своему рабу чтобы тот нашел невесту среди семьи месопотамии ни в коем случае чтобы он не женился на местных женщинах те же опасения высказывает ревка перед эцхаком по поводу якова и саб брат якова как раз грешит тем что берет женщин из окружающих народов хотя надо отметить что при всей попытке идеализировать эпоху правоцев мы находим некоторые намеки на то что все обстояло было в этом плане отнюдь не так безоблачно и благополучно потому что мы видим например что Иуда сын Якова женится судя по всему на ханаанской женщине рождает от нее сыновей одна из героинь по имени Тамар вполне возможно тоже является женщина из ханаана не часть семьи более того в родословной детей Якова упоминается то обстоятельство что у Шимона сына Якова один из сыновей называется Шауль бен толковалка по-своему вот значит перед тем как вернуться от книги я хочу указать еще на один текст который еще перед Эзрой сделал нечто подобное не в таком масштабе это история о царе Шломо в одиннадцатой главе где говорится что Шломо полюбил много женщин и народных они тут перечисляются дочь фараона маавитянки аманитянки и домейнки как раз отсутствующие в списке эзры а также финикинки и хитиянки как раз из тех народов о которых Господь сказал сыновьями Израиля не входите не вступайте в них и они да не вступят в вас ибо они совратят сердце ваше и вы пойдете за их богами и вот именно к ним прилепился Шломо и полюбил их здесь тоже уже список такой расширенный потому что опять таки в четкой ясной форме не говорится о том что нельзя заключать братья с женщинами из Египта из Муавы из Омона разве что вот мы понимаем запрет на вхождение в общество Господне как запрет на смешанные братья теперь мы как бы рассмотрев источники Эзра вернемся к самому Эзре только я хочу обратить ваше внимание еще на одно новшество которое Эзра здесь вводит в чем собственно говоря основной аргумент запрета на смешанные браки во всех текстах которые я вам сейчас показал аргумент очевидный опасность то есть впадение в язычество они завратят вас и вы пойдете за их богами А Эзра изменяет этот аргумент он его не использует из чего некоторые комментаторы сделали вывод что женщины на которых женились вернувшиеся из изгнания вовсе не были идолопоклонницами они просто были с точки зрения эзры и народками его аргументация носит современными если пользоваться современными понятиями очевидно как бы такой российский характер семя святое смешается с этими с народами этих земель и это его оскверняет святое семя то есть меняется перспектива теперь мы видим что эзра создает некий тотальный общий список в который он включает во первых народы которых уже нет на самом деле на тот момент в тот момент когда изгнанники возвращаются из персии нет никаких хананеев хитийцев призеев и бусеев это все как бы осталось в далекой истории эпохи первого храма есть правда манитяне мавитяне египтяне опять же если как некоторые предлагают читать здесь эдуми как как книги царей то тогда есть некоторая симметрия четыре народа прошлого и четыре народа настоящего если же и мори читать так как есть то тогда тогда это нарушает симметрию но и море это тоже народ воеморийца которого на данный момент уже нет то есть эзра прибегает к авторитету писания которая занималась народами прошлого соединяет с теми народами которые окружают евреев сегодня и объявляет что это запрет торы носит тотальный характер кроме всего прочего следует вообще задаться вопросом а в самом ли деле это вопрос на который мы не получим ответа нас нет на него ответа в самом ли деле речь идет исключительно об инородцах в буквальном смысле слова значит некоторые комментаторы исследователи предположили что возможно речь идет о тех самых людях которые представляют собой смешанное население мы их упоминали это те люди которые в свое время пришли к Зарубавелю и священнику Иошуа с просьбой участвовать в строительстве храма и с этими людьми есть контакт что это за люди это частично те которые не уходили потомки тех которые в изгнание не уходили и частично те которые были действительно заведены из восточных провинций они перемешались опять же мы говорили о том что еще в Вавилоне возникла очевидная такая возникла очевидная идеология утверждающая что правом наследования обладают только вавилонские изгнанники уже пророк их Хискель проговорил это в очень четкой форме только те кто находятся в Вавилоне они и есть истинный Израиль вот они вернутся рано или поздно и будут наследовать землю в этом смысле Изра в чем-то является наследником той идеологии которую пророк Хискель декларировал и в самом деле в Медрашах Израиль иногда выступает учеником пророка Хискеля значит у Эзры такой очень четкий и очень четкая и ясная адженда никаких контактов с инородцами потому что это может привести к ассимиляции и святое семя смешается с другими народами теперь перед тем как дать вам возможность задать вопросы или сделать какие-то замечания а потом уже двигаться дальше я хочу отметить еще один момент в принципе запрет носит характер симметричный исходно нельзя брать жены дочерей чужих народов и нельзя своих дочерей отдавать в жены сыновьям других народов однако и Эзра это упоминает здесь но в дальнейшем упор делается на том что надо изгнать женщин и народок вместе с их детьми есть исследователи которые полагают что именно здесь по-настоящему зарождается матримониальный принцип то что мы называем еврейство по матери значит дело в том что дело в том что дело в том что а а а а в целом если мы посмотрим забыв на минутку об вот этом принципе еврейство по матери все идет по отцу все генеалогические линии все все списки всегда это по отцу и никого не беспокоит то обстоятельство что мать например может оказаться может оказаться инородкой например не только царь шлумо как бы брал себе в жены и народы но например его сын рахавам который был наследником престола он родился от такой народки она называется на ама а амонит значит ни у кого не возникает вопроса по поводу того является ли рахавам полноценным иудеем а он сын царя шлумо наследник престола он сын некой амонитянки впрочем естественно позднее мудрецы говорят о том что это только при том условии что она прошла гию но о гиюре мы будем говорить отдельно и уже видимо не сегодня не успеем просто вот но так или иначе эзра как бы здесь смещает смещает этот акцент возникает вопрос почему значит повторяю есть те кто считает что вот именно здесь зарождается матримониальный принцип ибо угроза состоит как раз в том возможно что в случае если если полноценные иудеи как понимает эзра берут в жены и народов то сыновья их дети тоже судя по всему будут как бы считаться не иудеи да это идея нигде прямо не проговаривается до того возможно что эзра опасается в первую очередь того что общину наводнят дети от таких вот смешанных браков почему он не опасается в такой же степени обратного возможно потому что по тем временам женщина выходящая замуж фактически становится частью племени народа семьи своего мужа то есть если еврейская девушка та которая тоже является дочерью семей вернувшихся из персидского плена выходит замуж за предполагаемого инородца она перестает быть частью общины она уходит из нее поэтому она непосредственной опасности не представляет в то время как женщина инородка выходящая девушка инородка выходящая замуж за члена общины становится частью этой общины и это вызывает страх мы сделаем здесь небольшую остановку значит я предлагаю тем кто хочет задавать вопросы и высказываться если у кого-то вопросы замечания соображения по поводу того что мы говорили нет пока вопросов никто не если нет вопросов то мы немножко продвинемся да значит я перейду к нехемии одну секунду если можно я по техническим причинам выключил телефоны у всех кроме поднимает поднимает руку хорошо ты можешь включить обратно пожалуйста да окей окей это если можно на самом деле два два вопроса значит первые когда мы говорим по поводу кнаэйцев в принципе когда вот то что мы читаем в принципе каждую неделю эшитхай там в частности упоминают там сейчас напоминается что вот когда торговля идет именно кнааниями смотрите дело в том что у слова кнаани в Танахе появляется дополнительное значение значение это торговец значит оно зафиксировано в небольшом количестве текстов но зафиксировано в основном в текстах конца эпохи первого храма оно запараллеливается со словом сахер значит в том числе и здесь тоже но и не только здесь например в книге пророка Ишаяу теперь по всей видимости так предполагается откуда возникла откуда возникла эта семантика значит на определенном этапе опять же ближе к концу эпохи первого храма когда уже реальных ханаанеев практически не оставалось и при этом было ощущение связи между ханаанеями и финикийцами финикийцы это те кто населяли сегодняшний Ливан и они были в общем близки по культуре по менталитету ханаанейской культурой в свое время там примерно располагался известный город угорит откопанный археологами который во многом при том что он не является частью культуры земли ханаана он во многом связан с ней я это к чему говорю к тому что финикийцы традиционно воспринимались как мореплаватели и торговцы и видимо на известном этапе слово кнаани приобретает вот это дополнительное значение в конце эпохи первого храма торговец и это то что имеется в виду судя по всему в эшетхайле понятно и второй вопрос дело в том что если мы рассматриваем что то население которое вот как бы частичь часть которого у вас это осталось в Элице-Сраэль не связано ли это с шамбранит то есть с самаритянами есть ли какие-то связи потому что генетические исследования в общем то они так сказать дают некоторые намеки на это смотрите значит мы вообще когда будем говорить о нехемии более подробно мы несомненно заговорим и о самаритянах на данный момент я могу только одно сказать мы это уже на самом деле и проговаривали тоже что вот это группа населения которая приходит к Зарубавелю и Йошубен и Йотсадаку говорит что мы со времен Исархадона служим вашему богу значит кто это что это за люди хотя как я сказал само упоминание о Сархадон оно анахронистичное в этом контексте но это видимо действительно вот то население которое явилось результатом смешивания тех кто не были изгнаны с территории северного царства из самарии и тех которые были пригнаны из восточных провинций в 17 главе второй книги царей в такой карикатурной сатирической форме они описываются судя по всему это то ядро из которого постепенно вырастают вырастает группа которую мы называем самаритянами значит мы не знаем точно когда эта группа окончательно оформилась есть те кто считает что она оформилась начала оформляться как раз в те времена что раскол начался тогда правда поскольку у самаритян поскольку у самаритян есть канонические текстуры хотя и написаны другим шрифтом но при этом но при этом во многом совпадающий с нашим то предполагается что раскол видимо произошел судя по всему после канонизации текстатуры поэтому есть те кто считают сейчас полсекунды я на секунду хана хана хочу договорить да я хочу договорить значит есть те кто считает что реально эта группа стала воспринимать себя как совершенно отдельную и как бы установила свое святилище в шхеме уже в конце персидской эпохи может быть даже в начале эпохи эллинистической вот но ядро да я не знаю насчет генетические исследования действительно проводится но судя по всему исторический ядро действительно вот здесь да еще вопросы если эмиль пожалуйста мы слушаем можно включить микрофон я хотел сказать пару слов и что то спросить то есть он следует духу закона а не буквы мне кажется вполне нормально я не вижу никаких проблем на самом деле значит его интересовало не столько служение чужим богам как я понимаю сколько прекращение служения еврейскому всевышнему да то есть это было на повестке и то что она следует по матери не понял что прекращение чего прекращение выполнения заповедей то есть не служение а просто какой-то в данном случае прекращение невыполнения заповедей он полагает что это и есть смешанный брак да 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 как таковой и есть невыполнение заповедей это гораздо дальше чем то что утверждает Тора да ну это как бы один из моментов а так хорошо это все понятно ассимиляция и так далее это и сейчас актуально все вот то что по матери значит я слышал еще такую вещь что ребенок когда он первое время с матерью то что называется Дере Хэррис он впитывает как бы ее наставления слушает ее рассказы и сказки и так далее и так далее поэтому еврейство как бы по матери оно так объясняется тоже мне кажется кроме того что мы еще предадим несколько объяснений этому феномену ну это один из мы занимались и исследовали этот вопрос кстати одна из причин да сейчас я вам дам договорить я только скажу что одна из причин по которой возможно матримониальный принцип возник это то что по матери как бы связь родившегося ребенка с матерью всегда легко установить было в отличие от отца да это могло быть под вопросом да значит меня интересует некий такой универсальный глобальный вопрос вот насколько я понимаю когда мы говорили о Кээлите что у него нет как бы национальных каких-то таких моментов да то есть он всех других вещах вот в отличие например я бы его сравнил допустим с с Давидом да который отставый воюет за национальную независимость и целостность и так далее и так далее вот и вот этот момент очень интересный да я только не понял почему вы сравниваете его с Давидом вот я сейчас объясню я просто думаю что вот этот вот раскол он имеет как бы вот на значит глубокий как бы корни я не знаю их невозможно доказать я не знаю или есть какое-то какое-то объяснение этом вот это может быть чисто исторически случайно произошло но если мы возьмем уже так сказать когда создавался народ Израиля то есть то что у Якова было два имени и значит были сыновья от Леи от Рахели и что у идеи допустим у Йосефа были идеи тоже такие космополитические создать истинное царство в Египте там есть какие-то толкования и то что потом эта часть отделившаяся Израиль она как бы тоже связана с сыновьями Йосефа вот в отличие от Иуды вот что это имеет некий какой-то такой универсальный какой-то такой архетип понимаете то есть некие ну вот вот это раздвоение да на Яков который он и Яков и Израиль то есть с одной стороны Яков это род это семейство это с одной стороны это связано с национальным сознанием а с другой стороны Израиль который значит он принимает эти законы тор и все но ослабляется связь как бы национально в каком-то смысле да мы в следующий раз следующий раз мы как раз увидим эту вторую составляющую будем посмотрим на книгу рут как на некоторую контру антитезу тому что мы вот сегодня читали в этом плане вы конечно правы что есть как бы вот эти это как бы два взаимопротивоположных движения внутри народа да мне интересно насколько это связано вот с сегодняшней актуальной неужели это вот настолько глубоко въелось что это вот так может им какое-то продолжение то есть никакой реальной связи я как бы не вижу но нет смотрите я предлагаю во-первых этот вопрос вернуться к нему когда мы закончим обсуждение касательно тех текстов которые мы читаем и тогда я собственно это и планировал задаться вопросом о том что сегодня да но уж коли вы вопрос задаете то ну разумеется это остается в силе потому что как бы есть достаточно сказать такую вещь да есть даже вот в современном государстве Израиль да я не говорю об еврейском народе вот я говорю да с одной стороны есть те его представители которые воспринимают сохранение национальной идентичности Израиля в браке как некую абсолютную ценность это идет может быть не всегда так далеко как у Теви Молочника который значит не мог принять брак своей одной из своих дочерей с русским с русским парнем вот но тем не менее да в религиозных кругах да естественно ультр религиозных редимных но не только да это как бы воспринимается как очевидная абсолютная ценность и как большая беда если например там мальчик ну допустим женится на арабке или наоборот или что-нибудь еще да с другой стороны есть группы в современном Израиле как правило это все-таки люди светские но не все светские так разделяют эту точку зрения очень многие светские люди тоже считают что значит сохранение Израиля путем браков только внутри Израиля тоже абсолютная ценность но есть те которые считают что никакой тут ценности нет и что нужно смотреть на вещи универсально и космополитично и значит вот если не хотят там утвердить мой брак там с женщиной которую я полюбил в Израиле так я полечу на Кипр и там значит заключу брак потому что я считаю что это все значит глупые предрассудки которым не следует прислушиваться значит это как бы такое промо по поводу сегодняшнего дня но мы увидим на самом деле спор спор велся уже в те времена то есть пока что мы видели только одну сторону баррикады мы видели сейчас вот эту позицию Эзры мы уже не успеем видимо сегодня прочесть целиком текст из книги Нехемии только может я несколько первых стихов прочтем вот но это как бы одна сторона баррикады это те которые выступают против были те кто выступали за с известными оговорками конечно значит вот тексты начало текста из книги Нехемии в 13 главе там говорится о том что в тот день некий день было прочитано в книге Муше да народу там было найдено что вот это самое место из книги дворим оно здесь цитируется цитируется почти дословно да и говорится и когда они это услышали то они отделили редкое очень выражение эры вот это эры оно появляется на самом деле всего два раза один раз в истории исхода из Египта эры в рав а с другой стороны вот в этом тексте теперь в истории исхода из Египта значение этого термина не очень ясно да оно было понято опять же как какие-то не принадлежащие к Израилю люди эры в рав какая-то большая смесь но некоторые исследователи сегодня полагают на основе параллелей в акадском языке что здесь слово эры в рав имело совершенно другое значение и подразумевались вообще какие-то воинские единицы да отряды эры в рав майонизированные отряды но судя по всему в нехеме уже понимают это так как понимают хазаль эры в рав это значит то что этнически не является частью Израиля перемешаны да теперь из самого этого кусочка который мы сейчас прочли не ясно имеется ли ввиду под этим отделением отделение в том смысле что опять же запрет на браке или просто отделение если это запрет на браке значит что видимо вот эта деятельность которая описывается в книге эзры судя по всему Нехемия мы об этом будем говорить отдельно появился в Иудее несколько десятилетий спустя вот и видимо эта деятельность по разделению этих смешанных семей не была доведена до конца если понимать этот стих вот именно таким образом не просто как отделение от окружающих народов как бы изоляция а значит вот проблема связанная со смешанными браками и действительно вот тот вот последний кусочек может мы все-таки его прочтем сейчас я буквально как бы чтобы закончить мысль из него видно что Нехемия воюет со смешанными браками интересно что он воюет со смешанными браками еще и исходя из дополнительного аргумента который бы несомненно одобрил Елизар Бан-Иуда а именно следующее он говорит в те дни я видел иудеев которые женились на женщинах аждотских аммонитьян аммонитян 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 аммонитьян аммонитян 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 И наполовину на еврейском, на иудейском. То есть они не знали нормальный иудейский язык. Кельшон Амваам, знакомое нам выражение по книге Эстер. И я с ними спорил и проклинал их, и даже бил их, рвал им волосы на голове. То есть мы видим, что Нахемия ведет себя еще более агрессивно, чем Эзера. И мы в дальнейшем увидим, что Нахемия был вообще такой человек очень импульсивный. И я их заклинал Богом и говорил, не отдавайте своих дочерей их сыновьям и не берите в жены их дочерей своим сыновьям и вам. Ибо, и тут он вспоминает грех царя Шлумо, именно этим согрешил царь Шлумо. А ведь не было среди множества народов царя подобного ему, любимого Богом. И вот тем не менее, несмотря на то, что Бог даровал ему царство, и вот уже ввели грех женщины и народки. Так уж, если такой великий человек, как царь Шлумо, не устоял, так тем более мы должны быть на страже. Неужели вы хотите, как же вы можете совершать такое страшное злодеяние, зная о том, что случилось с царем Шлумо, и брать женщины и народок? Вот. Вот такое вот выступление. Это как бы противоречие, но с одной стороны, это можно понимать естественным путем, что это избранность, она настолько идеализирует и все, что людям тяжело ее, так сказать, выдерживать. То есть она оттеняет как бы вот эту чрезмерную претензию на избранность. А с другой стороны, это противоречие запрограммировано в Торе самой. То есть то, что вот такая ситуация будет все время, она создается, так сказать, видно не случайно. То есть что с одной стороны тянется, так сказать, все это в сторону от этой избранности, а с другой стороны ее надо все-таки сохранять. Вот такая вот двойственность, она такая, какая-то дополнительность такая существует получается в самой Торе. Потому что, допустим, взять Исава, он полюбил, то есть Исхак полюбил Исава, и Аврам не так легко расстался с Ишмаэлем тоже. То есть требования этой чистоты с одной стороны, а с другой стороны жизнь все время... Это верно. Мы увидим с вами, вот здесь, например, упомянут священник, не просто священник, а Уэн Гадоль, который, оказывается, был зятем у некоего санвалата. А этот санвалат, как мы увидим в дальнейшем, был как раз-таки одним из вождей той общины, которую вот сегодня, значит, мы называем самаритянской. Да, вот он был руководителем этой группы и конфликтовал с Нехэмей. И смотрите, первосвященник его зять. Значит, есть группа людей, которые не считают, что своим поведением они нарушают запреты Торы. Как же это может быть? Вот для того, чтобы это понять, мы в следующий раз с вами обсудим книгу Рут как полемику с вот этой позицией, которую мы сейчас описали, позиция кругов Эзра и Нехэми, такую явно партикуляристскую, требовательную, избранническую позицию. Ну и вот книга Рут полемизирует с этим. Мы будем говорить об этом в следующий раз. Если вопросов сейчас больше новых нет, мы тогда сегодня завершим. Насколько тема эта необъятная, тем не менее, мы за два занятия ее постараемся вместить. Да, но, по-видимому, вопросов нет. Значит, если вопросов на данный момент новых нет, то мы тогда поставим здесь точку и в следующий раз обсудим книгу Рут и ее связь с этой тематикой, а также то, что происходит в ровидистической литературе. Я всем благодарю за внимание. Всем спасибо. Пока.